Друзья, здравствуйте! Мы переходим к последней Best of 3 сегодняшнего дня между PSG-LGD и Royal Never Give Up. Я уже немного заговариваюсь, но сейчас свеженький Дмитрий, Морталис, поможет мне в этом деле и на ваших экранах пики команд. Всем добрый день! Очень рад я ворваться на такую встречу. Вообще меня выцепили чуть ли не в последний момент, но благо хорошая игра мне досталась. Я очень рад, что удастся ее посмотреть в прямом эфире и покомментировать для вас. Крутой матч нас ждет, я думаю. Я на самом деле этот матч ждал еще и потому, что конкретно на этом турнире команды позволяют себе очень много. Они позволяют себе необычно драфтить. В первую очередь это касается команды PSG-LGD, которые, как правило, очень дисциплинированно подходят к пикам. Но на этом турнире позволили себе много разных необычных вещей. Паджик уже неоднократно появлялся, Тинкер был, Снайпер был. Кто им там еще нужен, не ясно. Но пока, кстати, отказываются от этих идей. Там прошли они групповую стадию. Видимо, в плей-офф решили чуть более серьезно, что ли, отнестись к происходящему. Посмотрим, получится ли у них переиграть тоже очень необычную команду под названием RNG, которая позволяла себе тоже очень интересные драфты. Как минимум, Войт мы видим в бане. А все потому, что... Войт пятерочка залетал. На этом Войде, да, да. Несколько раз он залетал. И потом как-то после побед, после двух побед, решили этого Войда просто банить. Ну, потому что очень часто он брался в какую-то комбинацию, да. Войт плюс инвокер, Войт плюс, не знаю, лина какая-то. Да кто угодно, кто заливает урон в хроносферу. Там от пятерки Войда не так уж много требуется. Поставить хроносферу, дать тайм-делейшн. Он можно смело убирать, без своей задачи справился. Решили не испытывать судьбу ЛГТ, убрали этого Войда. Ренжи продолжают брать свое. Они взяли себе Аркварды, на котором Годкинг с удовольствием играет и умеет на нем играть. Но он вообще такой достаточно жадный кор. По крайней мере, на этом турнире он прям не подключается к команде Рана. Даже на таких героях, как ЦК. ЦК, например, от него вчера был. Вот пятерка Брюмастер в луну пикаем, не боимся. При том, что эта луна будет отфармленная, будет куски отрывать. Но вот вчера получилось одну луну переиграть. С другой стороны, там и команда была послабее. Сильная команда с сильной луной обычно видит Брюмастера, который разложился на Праймал Сплит. И просто бьет рейт-кликом вообще любую цель. И, скорее всего, Брюмастер умрет и максимум кинет разочек ветерок, разочек стан. На этом весь его импакт закончится. Здесь не испугались. Хорошо, это четверка Виндрейнджер. Тоже мы это видели. Ну и остался какой-то герой, судя по всему, в мид для Дистоунса. Из того, на чем он любит и умеет играть, есть Темплар Ассасин по-прежнему. Она на этом турнире появлялась. Да, у нас даже на последних двух-трех картах тоже Темпларка постоянно была. Ну да, Темплар Ассасин остается очень метовым и сильным героем. Я думаю, что рано или поздно мы увидим, как она пропадет с радаров. Возможно, в следующем патче. Патч мы с удовольствием все ждем. И я уверен, что мету он как-то должен освежить, что ли. Потому что это, наверное, уже приелось мета. Очень много повторяющихся персонажей, бесконечные драгонайты, которые либо пикаются, либо банятся. Это, кстати, матч, в котором ДК пока нет. Ну и хорошо. Но все может поменяться на второй карте, например. Насколько ты считаешь, может быть этот патч таким мажорным? Учитывая то, что квалификации играли на одном. И сейчас могут ли что-то сильно поменять Valve, как вообще практика предыдущих турниров? То есть, по идее, он должен был выйти еще до International, но International-то у нас подвинули достаточно серьезно по датам. Он может сильно изменить. Я не уверен, что они будут затрагивать какие-то, знаешь, экономические модели. Или, например, ландшафт сильно поменяют. Или там опять какую-то новую постройку добавят. Наверное, до Инта вряд ли, но героев метовых надо ослаблять. Ну, словно баланс персонажей, да, ты говоришь? Ну, конечно, конечно. Обычный баланс персонажей, предметов, может быть, какие-то предметы. Может быть, вернут, такой тонкий намек, да, на экономика. Может быть, какие-то предметы, наоборот, удалят. Это опять же, смотрим в сторону. Или ослабят очень сильно, там, смотрим в сторону фликера и он диска. Ну, то есть, что-то такое наверняка нас ждет. Но должен был какой-то герой LGD появиться. Не просто так они все это делали. И появляется у них Shadow Fint. Очень интересное решение. Магический урон теперь в избытке у команды LGD. И этот SF, очень часто я его, кстати, видел против Тимбера конкретно. Ну, вообще, если абстрагироваться от того, что он так редко появляется. Именно конкретно против Тимбера SF периодически вспомнить можно было. И, возможно, здесь нет смысла играть через физ ДПС, SF. Но посмотрим, что НТС выберет. Я тут просто доверюсь, так скажем, ему. Уверен, что он не подведет нас. Как минимум, в его команде достаточно физического урона. Мы видим Луну, мы видим Shadow Демона. Уже потенциально есть у нас неплохая связка. Да и Тейтхантер, может, тоже у нас пару раз вчера всплывал такой Тейтхантер. Дэмэдж дилер. Ну, в принципе, можно этого SF сделать действительно магическим. Ну, посмотрим, что он выберет, да. Еще. Какой нюанс. Теперь у LGD теоретически очень много минус армора, да. Особенно, если Тейтхантер там добирается до какого-то аганима. Плюс есть аура SF. Это смотрится довольно интересно. Учитывая, что Луна бьет, как правило, много целей сразу, да. Там условный бремастер совсем будет непросто. Да и, в принципе, никому не будет просто. Где-то Тимберу подрежут армору, которого его очень много. Достаточно темповый пик. Тут может быть очень сложно команде RNG, по причине того, что они все-таки планируют играть достаточно жадно с этим Аркварденом. Но пока мы не начали смотреть, давай сразу к коэффициентам обратимся. От париматча. Вот что нам показывает. 1.30 на LGD на эту серию, 3.30 на команду RNG. Ну и сразу же посмотрим, что у нас по картам. По картам там ситуация не сильно лучше. 1.40 на первую карту на LGD, 2.8 на RNG. Ну, наверное, тут логично, что есть ярко выраженный фаворит. Но, опять же, по этому турниру я бы, наверное, вот настолько высоко котировать LGD не стал. Просто по причине того, что они, опять же, позволяют себе иногда играть. Какие-то такие вольности, развлекавки, чекают какие-то персонажи определенных тоже. Ну, стоит отметить, что последние матчи RNG, например, выиграли у LGD 2 подряд. 2.1, 2.0. Они проиграли в DPC во втором сезоне 0.2, но на AI-лиге дважды победили. Одно поражение есть. Конечно, общая статистика там между этими тегами разгромная в пользу LGD, но конкретно последние две встречи на AI-лиге, по сути, турнир, который, наверное, котируется точно так же командами, ну, не сильно выше, там примерно такой же призовой фонд. Вот, и там, соответственно, RNG побеждали. То есть RNG очень нестабильный такой коллектив, который может кого угодно выиграть в Китае и кому угодно точно так же проиграть. Ну, да, имеются такие команды, с которыми… Так, что у нас по ронам по итогу? 2.2 разбирают трудно команды, расходятся спокойно по своим линиям, никаких столкновений не произошло, Vision поставили. Все спокойно. Ну, мне сейчас нравится, естественно, после перехода Messi в LGD это не могло не отразиться. На матчах PSG LGD, да, у нас там Messi в миде, Mbappé на легкой, Neymar на харде. Нормально. Ну и два саппорта, какой-нибудь Верати, да, и какой-нибудь защитник, словно Маркинис. Нормальный состав, в принципе, собирается. Так, ну что, смотрим, линии стандартные, линии классические. Больше всего интереса у меня, наверное, вызывает именно центральная линия, потому что SF против Viper это не самый частый матчап, и тут довольно сложно выделить фаворита, да. Интересно, какие-нибудь будут айтембилды. Да, ну если знаешь, сам по себе не самый частый гость, поэтому и матчап мы такой нечасто видим. Ну да, да, тут в какие-то времена, наверное, и Viper был помощнее, когда-то и SF нормально с ним справлялся. Но я думаю, SF за счет того, что есть у него нюки, если уж совсем будет тяжело против Distance, он всегда может уйти в лес. Ему достаточно, ну, я не знаю, пятый левел, например, получить, да, и с пятым левелом он спокойно туда уходит, и SkyLamy фармит. Бутылка будет, рун много, поэтому проблем, я думаю, у НТС быть не должно. Ну, НТС тоже, наверное, хочет, знаешь, на каких-то героях поиграть. Раз ушами гонял там на пуджах, можно НТСу на чем-нибудь погонять. Заслужил. Заслужил, да. Ну, может быть, единственное, что не хотелось бы, наверное, чтобы SF объедал как-то в лесу луну, которая тоже потенциально может уйти и получать там свой фарм. Или может хватить и тем, и тем? Да, я думаю, хватит и тому, и другому. Тут на разных этапах, скорее всего, они будут лес занимать, SF и луна. Стаки тут вообще может забирать третий герой, да, сам Тайтхантер. То есть, да, я уверен, разделят SF. Если он не будет играть такую физдпс жадную версию, то, скорее всего, такой SF просто будет больше двигаться. Может быть, какой-то Юл купит, будет выходить под саппортов гангать. У них прекрасный килл потенциал, да, он с кем угодно из саппортов заработает фраг. Даже 4 в 5 без луны они где-то способны подраться, так как есть два очень сильных ультимейта и возможность одну цель быстро выключить. Плюс стоит учитывать, что у Оранжи ведь тоже есть герой, который рано выходить не собирается. То есть, не будут в меньшинстве. Арк Варден, последняя игра Год Кинга на Арк Вардене была про бесконечный просто фарм. Он так надолго спрятался в лес, что про него как-то даже забыли мы. Но потом он вышел и победил. Ну, то есть, герой действительно очень опасный в поздней игре, но до этой поздней игры еще нужно дожить. У меня есть парочка тоже вопросов и моментиков, которые бы хотел сказать. Ну вот, например, ШД тоже хорошо здесь стоит с ТБ. Если у ТБ все будет... Ой, у ТБ, прошу прощения. У Тайхантера все будет хорошо складываться. ШД может просто пойти, поделать стаки. На этом персонаже это одно удовольствие этим заниматься. И вопрос по сборке Тайдхантера. Я вижу Хелм оф Айронд Уилл. И будет это быстрый доминатор первым слотом, первым артефактом. Просто вот сейчас надо 2CL. Мы тоже много смотрели. Брали и на Брюмастера, и на Беста в харде этот артефакт. Вот на Тайдхантере пока его еще ни разу не видел. Часто ли такое происходит в Китае? Ред Панда. Ред Панда много урона получил. Ну, повезло ему, что Гаш не прокачен был у Фейдбьяна. И что Фейдбьян вот не убил чуть раньше двух крипов, да? Тогда бы он успел получить третий левел. Прокачал бы Гаш и убил. А здесь, возможно, от Гаши воздержится. А им обоим больно. Там и Флайбай страдает. Ну, интересно. И нижняя линия может получиться, да? Достаточно такая контактная. Не так просто Тимберу на первых уровнях стоять против такой даблы. Потом, конечно, ему станет попроще. Потом или он, возможно, куда-то сместится. И Луна может уйти в лес. Тогда Тимбер свое получит. Но вот прямо на самом старте, наверное, его даже могут немного погонять. Это, наверное, и отражается на его крипстате. Сейчас у него только 11 крипов добито. Это вообще по всем линиям, кроме центра, есть доминация некая от LGD. НТС тоже не сильно уступает Вайпера. Да, понятно, здесь и контроля достаточное количество у LGD. Вот сейчас мы видим, как VR-ку поймали. Но в Инране она только выживает. Но у Флайбая потихоньку уже пассивочка в два. Вот, две перчатки приехали. Так что с уровнем сейчас это будет как-то немного нивелироваться. Это преимущество. Shadow Demon. Ходит, делает два стака сразу одновременно. Ред Панда пытается это дело все проконтролировать, но уже опоздал. Тем временем Тайд Хантеру остается где-то 400 монет как раз до Доминатора. И это будет, наверное, быстрый пуш линии верхней. Такой вот своеобразный билд. Если удастся отправить Арквардена, выгнать с линии его до того, как тот Мидас купит, будет совсем хорошо. Есть пока только перчатка, на свиток еще копить и копить. В последнее время действительно на оффлейнерах много можно интересных вариантов увидеть. Вот мы видели вчера, например, Марса с Метеорхаммером. Драгонайта с Метеорхаммером пару дней назад видели. То есть такие вот интересные варианты. Ты знаешь, этот Марс купил Метеорхаммер и просто ходил всю карту убивал там в следующие 10 минут в соло. Он любого героя находил. Там Спектра была, кого только не было. Он просто приходил, делал свою комбинацию и убивал. То же самое можно сказать про ДК, который еще и пушит, прикинь, с какой скоростью, когда у него есть Метеорхаммер. Он нажимает форму, кидает Метеор, минус полвышки. То есть это действительно смотрелось прикольно. Не факт, что это уйдет куда-то в массы, но вот разочек такое мы увидели. Так, у Луны как дела? Наверное, уже я запоздал немножко, но нужно переключиться на Нетворсике. Все хорошо. Луна фармит. У Луны тоже есть возможность выйти в лес. Видим, что Nothing to Say могут поймать. Но здесь Shadow Demon. Тут как тут. Windranger. Достаточно серьезная перетяжка на мид от RNG. Что-то вот первую катапульту, да? Вот первую возможность немножечко запушить. И SF ведь он сам по себе беспомощный герой, если на него такая толпа нападает. То есть если его сумели зацепить, то скорее всего он уже не уходит. Но благо не получилось. А вот сейчас связали, и вайпера копает. Здорово Вай, страхует таким образом НТС. Разбежали все, но с катапультой, наверное, не успеют в этот раз спушить. Но пол-хп вышки снесли уже неплохо. Здесь хорошая перетяжка от саппортов. Да, и вайпер помог, и Shadow Demon тоже тут как тут. Поэтому пока не получается. И мы видим, как в смоках RNG выходит на Тайтхантера. У которого уже есть доминатор, у которого уже есть сатир-мучитель. А вторая пассивка, однако есть вайпер. Есть вайпер. Посмотрим, хватит ли дэмэджа. С DD, конечно, хватит дэмэджа. И Fabian был без реведжа. Первый фраг зарабатывает RNG. О, сейчас еще крипа, доминатор его могут забрать. Кайф. Хороший выход получился. А снизу с тимбером уже не получится ничего сделать. А потом, получается, делать с SF. Дистоунс по-прежнему был с DD. Получается так, что сделал два фрага за счет этой руны. Забрал доминаторного крипа. Совсем шикарно. Да, отличная реализация. Еще доминатор в Мидас, да, покупается от Годкинга. Ну ладно, посмотрим, как использует это дело Фейдбьян. Мидаса еще нет. Мидас будет уже очень скоро. Осталось буквально 50 голды. И Годкинг пойдет в лес спрятаться. Но тавер фуловый. Не получилось забрать тавер до появления Мидаса. Здесь вот был такой выход от РНЖ, и это дело не засейвили. У нас там в теории может быть выход еще один на SF. Сгущаются тучи на дим. Или хотят найти Луну в лесу. Вообще было бы неплохо. Но Луна стоит просто на вражеском варде фармит. Вот в чем заголос. Аркварден просто пока уступает. Луна первые минут 10-15-20 может быть будет опережать Аркварден. Но потом на дистанции, скорее всего, Аркварден ее догонит. Ну я уже видел такое противостояние. Там поначалу может проигрывать Арк. Но затем за счет просто Мидаса, да, и... Двух, да, Мидасов. Двух Мидасов плюс Молнии, которые будут там и там работать. Это, мне кажется, очень сильно еще зависит от конкретной ситуации на каждой из карт. То есть, условно, чтобы Арквардену заюзать два Мидаса, ему нужно, ну, два крипа, да. А чтобы Луни догнать это за счет просто количества крипов, нужно достаточно количества стаков, там, спейса, если ее вдруг зажмут. Ну, я вот... Это хотел сказать... Пока не очень активный LGD, да, из-за того, что SF немного поддушили, он еще не готов. Он, наверное, станет готов только после появления Юла. Он действительно его покупает. Ну, это очень похоже на магическую сборку от SF, а... Да, тут немного остается, на самом деле, до ИУ, а там уже Курьеру направил в потайную лавку. Снимает, Ва, этот вард. Так, ну, вышку снесли те и другие, да. Таким образом можно занимать потихонечку где-то вражеский лес. Вот я вижу, Тимбер в вражеском лесу фармит. Луна параллельно фармит в вражеском лесу. Но, опять же, пока без продвижения. Я не знаю, за кем здесь лейт. Тут лейт достаточно сложно оценить, потому что... С одной стороны, есть очень сильный тимфайт, да, в виде Тейтхантера уже, как минимум. Тейтхантер, SF, Луна очень сильный тимфайт, кажется. С другой стороны, Татаркварден непонятный, до которого можно просто не дойти. И который просто издалека вас расстреляет на слотах. Да и Вайпер, на самом деле, может быть таким же. И Вайпер, в том числе, это герой, который позволяет периодически убивать Тейтхантера до того, как тот рэвидж нажмет. Это ведь тоже, в теории, возможно. Но меня немного смущает отсутствие большого количества контроля у РНЖ. Здесь самый сильный контроль, это, пожалуй, Шиклшот. Но, опять же, ненадежная билка. Ненадежная билка, которой ты в идеале хотел бы, наверное, цеплять сразу двух героев, а не просто одного к дереву привязать. Если так получится, то, конечно, будет совсем шикарно. Не смогли забрать Тимбера, буквально одного кайла не хватило. И сейчас в ответ забирает Вайя РНЖ. Немножко урона не хватило СФ. Он получил Юл и пытался его как раз реализовать сразу вместе с Лайном, но не получилось. Хороший ответ был от РНЖ. Спустя 10 минут коэффициенты немного качнулись в сторону РНЖ. Теперь цифры на них поменьше. Дают 2.62 от париматча 1.45 на LGD. Но при этом LGD, как мы видим, несмотря на отставание в счете, по-прежнему по голде держится очень хорошо. Вот только смерть Луны. Наверное, команда сейчас должна немного смутить. Ну, Луна виновата сама. Далековато. Далековато и 1. Зашел далеко, зашел 1. Причем подарил-то фраг не саппорту, а Кот Кингу. Слушай, ну сейчас Мел Штром уже появится скоро у него. Остается буквально 500 монет, даже чуть меньше. Он вообще не уступает. Он уже не уступает, да, за 12 минут. А дальше, по идее, должен даже опережать эту Луну. Не знаю, пока не заметен СФ. Ладно, Юл взял. Танте имбиры один разочек вышли, не получилось. Такими темпами. Ну, такой СФ может просто потеряться в игре, а Viper получается очень мощным. Он, кстати, не играет через Boots of Travel. В последнее время модно играть с Travel'ами на Viper'е. Мне очень понравилась версия Viper'а от Квина, когда он выступал в DPC, да, во втором сезоне у себя там в Северной Америке. И против команды Undying, что ли, он одной из карт играл с этим Viper'ом. Господи, как же он развалил. Он мало того, что мид выиграл, тоже наубивал, купил себе Boots of Travel. Потом пошел через обычный такой дамажащий билд Dragonlance, купил себе BKB, ну вот что-то такое. Потом купил Skadi. Потом я этот билд много где видел, но, по-моему, комментировал именно в его исполнении. В первый раз такое за последние там пару месяцев, может, ошибаюсь. Но сам факт, что это реально было очень мощно. Сейчас на Viper'а нападают. Сразу же ревидж отличный. Подставляется только Viper'ы копия. Но Viper'а еще не добили. Он успевает выдать свой прокаст. И даже если погибнет, пойдет размен. Тейдхантер погибает. Это здесь Луна. А здесь Луну можно убить. Исэф раскастовался. Нет, Луну не добили. Бремастер был без ультимейта. Из-за этого драка получилась не такой крутой для RGF. Так, Flybite Unchased. Но его подняли сначала в ULA. Потом получил он Beam. Если дезераптор чем спрятать, нет 14 секунд кулдаун. Слушай, сейчас на развороте его заберут. Да. Да. Задайвил немного. Наконец-то экшен. Ну, хотел Луну. Это такой сладкий пирожок, знаешь, для него был. Если бы попал он. Но не дали, не дали. Отбила своя команда. И можно забрать тавры за это в миде в ответ. Прожимает глиф. Нельзя ни в коем случае команде RNG драться без ультимейта Бремастера. На данном этапе огромный импакт вносит этот ульт. И пока с духами никто не может быстро разобраться. То есть, скорее всего, они там практически максимум времени смогут прожить. Там несколько контролей выдать. Дэмэдж какой-то внести. То есть, желательно, чтобы Бремастер был с ультом. Но не дождались буквально там 30 секунд. Он до этого его использовал для убийства Луны. Но вот теперь он есть. И команда нажимает смок. И команда снова пойдет на поиски. И вот сейчас в идеале, конечно, Луну поймать. Они бегут в ее сторону. И будет хорошо. Уже разворачивается Ами. Он все видел. Хайграунда. Пошел ультимейт. Феликс Аубан нажимает. Фокус файр. И Луна... Не-не-не-не-не. Ну да, здесь уже без шансов, без вариантов как-то отбиться. Убежать. Слушай, не может ли сыграть в минус LGD? Такой своеобразный билд на Тайдхантера. Потому что Блинк появился вот только-только. Как-то... Не знаю. Не хватает инициативы, что ли, от них. Пока не может условно драться Арквардом. Да, мне кажется, Луна все-таки может пораньше немного принимать участие в драках. А за счет вот этого билда на Тайдхантере... Или просто, ну, стабильно, надежно, спокойно фармить. Тогда Луне уже надо быть поаккуратнее и не отдаваться на такие моменты. Луна не то чтобы тоже готова. Без БКБ ей очень тяжело. И это, опять же, Луна, которая не будет обладать к 12-му левелу вторым эклипсом и четвертым бимом. То есть, это, опять же, не максимальный дэмэдж, который Луна, в принципе, может нанести на таком этапе игры. Здесь в первую очередь подумал о фарме Ами. Плюс даже Глойбы, кстати, не докачал. То есть, пассивка в 4, Глойбы в 3. Потом для драки, возможно, в центре где-то бим лишний вкачал. Ну, то есть, пока Луна не готова. Луне нужно купить БКБ. Купит БКБ, могут попробовать что-то LGD. Вполне могут. Тут и SF, и Луна, два Блокингвара здесь шикарно очень смотрятся. И львиная доля урона сейчас у Оранжи именно магический. Ну, и на тимфайт реально у них есть что потратить, есть что выдать. Попытаются сейчас LGD зайти по центру, на вышку. Желательно еще кого-то зацепить. Тут флайбай пока только один. На Юл можно его будет поднять. И, наверное, в пятером с магическим прокастом исправятся. Но находят вообще Рад Панду. Копает в Увай. Потерял пол-ХП. Тимфер там много очень дамэджа успел нанести. Вышку потеряли. Оранжи и команды разойдутся. Здесь дабл дамэдж лежит. ДД для Луны. Это заход на Рошан? Ну, уже не успеешь жить на Рошан, да. И вот тут вопрос. А как драться, да? Там ДД у Луны, там Рэвидж, там Реквием. А у вас Аркварден. Аркварден не готовый. Наверное, пока еще рановато принимать бой команде Рейнджи. И придется этого Рошана отдавать. LGD очень своевременно все делает. Ну, и Руна, конечно, помогает им в этом. Ну, вот я условно немного про это говорил. Про готовность к дракам. Понятно, что Луне без БКБ драться не очень бы хотелось. Но все равно можно как-то постоять в позиции. Выдать эклипс. Пару бимов каких-то. Учитывая то, что есть Тайдхантер, который может запрыгнуть. Реально там потанчить и выдать хороший контроль. Плюс Иллюзии от Луны тоже туда можно отправить. А ну вот Арквардену вообще сейчас никак пока драться. У него нет практически ничего. У него есть все на разгон. Но чтобы принимать участие в драках... Придется, придется, конечно, Гуд Кингу поднакопить золотов. Вот он покупает себе Глайф Нирон. И в прошлый раз его брал. На Арквардене. Ну, это прикольная вещь, да? Она неплохо смотрится на этом герое. Ты где-то с дистанции. Можешь кого-то зацепить. Опять же... Контроль и побить против потенциальных иллюзий Луны от Шеду Демона. Ну, тоже массовый такой контроль. Я правильно понимаю? Тайдхантер взял Кабольда, да? И отправил просто Луны бегать. Да. Почему нет? Будет у них мувспид очень высокий. Вообще забавно выглядит. Я попробую убить этого крипа. Тысяча хп. А у РНЖ опять же проблемы с контролем, как мы помним. Да. То есть где-то не добили, и там просто на ноги убегут ЛГД. Сейчас они подходят к Т2-вышке, начинают бить ее. Ладно, Т2-вышке, Рошан. Это все, конечно, очень хорошо. ЛГД молодцы, что этим занимаются. Рано, когда надо подниматься на хайграунд. В идеале, конечно, это делать, когда Аркварден еще будет не таким сильным и богатым. Неужели бой примут против Аегиса? Судя по всему, да, Вайпер. Он без БКБ был. ВР-ка сразу умерла. Слушай, ну как я понял, они вообще в темноту ТП-шились. Луну уже с БКБ начинает расстреливать. Да, здесь можно РКБ. БКБ-то, кстати, заканчивается. Год Кинг там тоже очень уже неплохо накидывает. Если его не трогать, он будет убивать. И вот сейчас выбивает Аегис. СФ уже разультился. Луна без Эклипса осталась. А сейчас ее можно принимать. Ей придется драться, потому что ее просто не отпустят из-под замедлений. Придется драться и убьют Луну. Хорош. И дальше можно гнать. Почему бы и нет? У Бримастера все в КД. Но Год Кинг, Год Кинг издалека по XenQ стреляет. Конечно, выбирает цель попроще, чтобы не мозолил глаза XenQ и не раскидывал какие-то свои обилки. Год Кинг продолжает расстреливать. XenQ все-таки ушел. А вот Фейдбьян нет, выигрываю драку без шансов оранжевать. Как они хорошо пропустили. По Егисам. Ну, по моим личным ощущениям, они ТП-шились просто в темноту. Они не видели противников. Получили сразу реведж, получили сразу какой-то эклипс, там, урон от Луны. Но пережили драку, они вообще никого не потеряли в этой драке. И попозиционно потом сыграли очень хорошо. Там Бримастера чуть-чуть не добили, но, опять же, это, во-первых, Бримастер пятерка. Во-вторых, не успели добить за контроль эти из Луны выбили Аегис. И отлично была разыграна эта драка, действительно, от Оранжи. Во все времена у Луны были трудности в игре против героев с высокой дальностью атаки, да, до которых она иногда просто не доходит. А у Арквардена никогда обычно не бывает проблем, когда нет героя, который может влететь в него, вот в настоящего, и разобраться с ним. И, как мы видим, сейчас у Оранжи, ну, ситуация такая, что действительно таких ведь героев нет. Нет героя, который может пойти, влететь в Год Кинга и быстро его уничтожить. Это может, в теории, как-то сделать, там, условный Тайт Хантер его найти, да, прыгнуть куда-то в тыл, дать ревить. Может ли он с Блинком это сделать, когда купит этот Блинк денег, пока не хватает. СФ пока что нет у него, нет Блинка. Ну и Луна, понятное дело, пешком будет доходить до этого Арквардена. И вот так смотришь, как будто бы у Арквардена намечается очень хорошая игра, потому что за 20 минут LGD не обеспечили себе никакого преимущества. Да, там еще интересная сборка нашего демона, у него есть Митюр Хаммер уже. А тем временем Ред Панду нашли и забрали где-то в своем лесу, по сюжету LGD. У Вайпера есть БКБ, есть Вичблэйд и дальше вот он как раз тарит Драгонлайфис. Видит, еще больше рейндж атаки. Как до него добираться пока? Да, вопросы. Ну и Вайпер и Аркварден, то есть обоих хочется как-то бить. Здесь попытка зафокусить Сефа, Сефа БКБ в кулдауне. Фейт Бьян, ему маны не хватает на рейвидж. Вот сейчас жмет стики, сразу же рейвидж прожимает. Но как-то без дэмэджа это все. Они по очереди начинают эту драку и по очереди сейчас могут просто отъехать. Пока размен один в один. БКБ есть у Дистоунца, подходит Готкинг. Там связывают Луну. Луна нажимает БКБ, преследует Феликсио Ба. Вайпер, зацепили Вайпер. Без БКБ он в кулдауне. Подходит Ред Панда. Ред Панда нажимает ультимейт. Они собираются драться втроем, продолжать. Быстро убивают Леона. НТС нажимает БКБ, пытается бежать. Камень летит, конечно, в Луну, которая без БКБ. И Готкинг давай, давай, наваливай по этой Луне. Убивает Луну. И дальше можно по XenQ поработать. XenQ бежит. Еще один камень. Какой же полезный Ред Панда на этом Брюмастере. Вот реально полезный. Он так вовремя сюда подоспел. И эта драка должна быть за командой РНЖ просто, потому что они... Убили Луну, да? Все равно размен в пользу них. Но они отыгрывают золото. Готкинг живет, Луна не живет. Готкинг уже на первом месте по Нетворцам. Так, это драка суммарно 3 в 4. Да, там байбэк был у Луны. Да, да, да. Какая-то изначально сумбурная драка непонятная была. В том плане, что реведж не под кого. Ну, то есть, как будто бы... Ну, такой полузащитный, знаешь. Но в итоге он и не напал, и не защитил по итогу. Получилось так, да. БКБ как-то рановато. Как будто Луна прожала. Нажала БКБ, побежала за людьми. Никто вообще не добрался до Готкинга. Вот он пришел такой вальяжненько. И начал бить вместе со своим клоном. И его как-то никто не трогает. Он стоит там, сдалека постреливает. И нормально ему. Они хотели Вайпера пробить, но он под филдом стоял. А дойти-то туда никак. А на развороте как раз вот наполучали. Как только у Луны закончился БКБ, там растерзали ее. Тут, конечно, вот Аркварден очень полезен. И Глейбнер у него есть уже. И сейчас скоро появится Скадзе. Тут остается буквально там 1300 монет. Опять же, это позволяет Луну зонить. И он ее будет бить, а она его, скорее всего, нет. Единственное, что может его остановить, это просто равидж в Готкинга. Если получится каким-то образом его зацепить, да. Пока у него там нет БКБ. Да и Аркварден, герой, который БКБ хочет покупать только в самом крайнем случае. Гораздо позже. Тогда да, может быть. Так, подставляется Ред Панда. Неужели это не конец? Связывает ВРК, допустим. Ну и теперь ВРК тоже могут наказать. Вот это необязательная смерть от рейнджа. Люди молодцы, что хорошо среагировали. Просто забирают двух саппортов. Немного экспы и денег получают. В идеале, конечно, как-то этим воспользоваться и что-то спушить. Ну, хотя бы Т1 несчастную снизу. Рошан скоро узнаем, когда появится. Просто других каких-то объектов, по которым LGD сейчас могут поработать, наверное, нет. Ну да, Луна как раз заходит сейчас на Т1. Здесь стоит Хантер. Стоит тоже страхует. Рэбидж за прошлую драку не отдали. Прожимается Фортификейшн. Ингу, прям копеек не хватает до Скади. Ну, со Скади вообще от него невозможно будет убежать, мне кажется. Прилетает вниз. Не хотят даже вышку отдавать. У Луны БКБ 7 секунд остается. Луна пока, несмотря на наличие БКБ, все равно не самая, не самой большой выживаемостью обладает из-за отсутствия статов, да, как таковых. То есть там статов только Драгонлендс, все остальное как-то скромненько, 2000 хп. Аркварден со своим Скади как-то повнушительнее уже даже смотрится. Ладно, Луна в первую очередь дэмэдж покупает. Ну да, и плюс же, видишь, есть Магнетик Филд у Арквардена, он-то в нем стоит, а Луне туда подходить вообще не хочется. Рейндж атаки у Арквардена большой. А Год Кинг будет постоянно гонять команду LGD по разным сторонам карты. Постоянно будет заставлять их перетягиваться, потому что копия будет летать по всей карте, и кому-то рано или поздно придется на это отвечать. Ну, потому что мы, я думаю, многие видели не один матч, где одна лишь копия Арквардена может там в соло линию, например, спушить вообще без проблем. Если ты про нее забудешь, то это произойдет рано или поздно. Иногда это происходит, даже если кто-то приходит на защиту, потому что Аркварден тоже отваливается на слотах, там уже многие героев может перебить, и там ни с одного захода, ни с двух, может с десяти, но он спушит, например. Ну да, по сути, этот полноценный персонаж просто временный. Нужно помнить. И держать телепорт ословный, не в КД. Так, Рошан, 50 секунд всего лишь. Давай посмотрим, пока у нас драки на этом Рошане не состоялось на коэффициенты. Два на Оранжи от паримач и 1.76 на ПСЖ ЛГД. Это на эту карту? Уже не такой большой разрыв. Уже мы видим, что Оранжи... Оранжи есть. Вера, Брюмастера пытается зафокусить. Правильная цель. Хватит ли дэмэджа, Брюмастер? Да, отличный фраг. Так, забрали Брюмастера. Рошан появляется через 24 секунды. Что, хотят ЛГД? Придется подождать. И Рошан появится раньше, чем Брюмастер. Да. Есть возможность забрать этого Рошана, если сейчас Оранжи не захотят без Брюмастера его дефить. Но пока не хватает... Я обратил внимание, к Синкью, Метер Хаммер, наши додемоны. Да-да, я говорил, озвучивал. Не самый обычный билд. Мне кажется, может быть, это как раз противодействие Арквардену. Тоже будет покупать Скади. Но вайпер со Скади это смотрится очень круто. Это герой, с которого очень тяжело уйти. Дикое абсолютно замедление. Ну все, есть информация про Рошана и у тех, и у других. И обе команды в полном составе прямо сейчас. А значит, к какому-то тимфайту быть. Второй Рошан, как мы знаем, важен. Слушай, ну нет еще 30... Вот Кинг все-таки, да, покупает БКБ, но тут надо. Тут слишком много контроля. Не дай бог где-то поймаешь что угодно. Хекс, подкоп. И будет плохо и тебе, и твоей команде. Без Арквардена в Рошпит заходить. Хотят забрать здесь... Возможно, не будут Оранжи. Иллюзия Арквардена? Ну, наверное, это не иллюзия, как сказать. Сейчас команда LGD разделилась, и Оранжи заходят в Рошпит. Ой, как рискуют. Посмотрите, с другой стороны, как быстро это происходит. Рошан упадет через считанные секунды, и LGD просто не успеют. Да ладно. Серьезно? Вот так это работает? Браво. Мне кажется, за счет того, что Оранжи... LGD, LGD. Теперь... Тимфайт может пойти не по их плану. Хотя так смотришь. Если Арквардена убьют один раз, то, скорее всего, и второй раз заберут. Все-таки он... Будет просто рядом с другими героями. В таком случае Рэвидж. По-моему, так себе Рэвидж получается. Задевает он только копию Арквардена, и все, и разбегаются LGD. Ой, какой провал. И сейчас сами пытаются улететь. Ему не дадут улететь. Минус Луна. Без байбека. 70 секунд. Да тут все остальные... Рэвиджи были просто... И Requiem of Souls был отдан в 3 БКБшки, знаешь. Какой Рэвидж. В 3 БКБ и копию Арквардена. Да, да, да. И будет заход на хайграунд. Слушай, ну ничего не может... И вот такой заход на хайграунд. А как дефить без Луны? Как вообще драться без Луны и Рэвиджа? Учитывая то, что еще они стоят все в филде. Фейт Бьян. Фейт Бьян. Просто подошел. Просто подошел Фейт Бьян. Его прячут, его сейвят. СФ очень неплохой прокаст. Быстро стирают вайпер. Он не успел нажать... А нет, он был без БКБ. Но теперь СФа можно расстреливать. Вот так с лоу граунда. А вторая копия стоит на хэгге. Уже Леона не будет. Он после байбека. Я напомню. СФа также убивают. И он без бая. И два в четыре остаются. LGD очень... Они близки к тому, чтобы отдать первую линию. Да мне кажется, могут как-то и дальше немного пойти РНГ. Потому что... СФа не будет все еще 70 секунд. Фейт Бьян. Фейт Бьян может здесь, конечно, подефать, но... Не, интересно, конечно, он зашел. А как он зайдет? Там Скадди. Бред какой-то, нет. Его сейвят Шадо Демон. Но, скорее всего, ненадолго. Лол. Там Скадди. Там Гуд Кинг вообще не отпускает уже. Могут не успеть забрать, да? Побояться. Луна появилась. Байбэйки могут быть. Не заберут. Ну и так, по-моему, огромный объем работы проделали РНГ. Сумели спушить Т3 вышку. Слушай, они даже яеги сняли. Очень много золота выиграли. Шикарная работа. Для меня остается, конечно, загадкой, что это за рэвидж такой был. По-моему, он уже в БКБ нажимал. Поправьте меня, если я не прав. Возможно, там БКБ вовремя успели прожаться. Вайпер или что? В один, а то и два Блокинг Барон нажимал. Рэвидж или что? Саппортов вроде как не задело. Они где-то сбоку стояли. И рэвидж и реквим оф соулс был в 3 БКБшке. Трех коров нет. Инфа сотка. Пауза. Ты сейчас говорил про... Дождем. Прось. Так, я случайно заметился, походу, до этого. И рэвидж, и реквим оф соулс был выдан в 3 БКБшке. Это я прям вот своими глазами видел. Ничего, ты собьютился. Я думал, может, у тебя там форс-мажор какой-то. Нет, нет, все хорошо. Курьер пришел, а то минут семь уже, наверное, говорил. Сори, сори, сори. Да, все нормально, просто я тут стрелочками управляю и случайно еще нажал на мьют у меня. Я думаю, какая же там картинка вообще сейчас будет у людей, может. Надо перебить. Прямо, я не знаю, про шпит. Не-не-не-не-нет, камера я управлял. Я просто сам собой тоже немного разговаривал. В 3 БКБшке был выдан и реквим оф соулс, и рэвидж. Ну, по итогу, LGD забрали только одного вайпера за все это время и потеряли. Т3 на миде. Рэвидж ты заметил, да? Да-да-да, это все было, это же обсудить не с кем было. Сори, это все было на экране, я просто не обратил внимания, как и заметился. Так, ну, РНЖ пошли в смоках. Они хотят еще крови, они хотят наказать команду LGD за такие ошибки. Они очень близки, действительно, к победе на этой карте. Главное, какой-то откровенный закидом не устроить, что тоже периодически происходит с этой командой. Иногда играют очень ненадежно, но я думаю, просто переиграть LGD, это ведь всегда в кайф. Уж неважно, какой там подход к данному турниру LGD. Так, так, что у нас тем временем у Арквардена? У него уже есть Орчет. У него есть Скади. Ну, этот Скади уже давно есть. Я просто думаю, что вообще дальше будет. Так, влетели на Тимбера, есть рассказ на него, должны забирать здесь. Очень много отдали, забрали одного Тимбера. Ред Панда успел раскастовать ультимейт. Nothing to say. Кастует Requiem of Souls, но опять он в 3 БКБшки его кастует, его подцепили. Вообще реведж есть, и он сейчас пойдет с этим реведжем. Вот этот раз, в этот раз получилось очень хорошо. И продолжение от Вая, двоих подкопал. Ну, копию и Аегис выбили. Год Кинг. А БКБ-то нет. А Луна-то накидывает по Год Кингу. И Сэф Скайлами пошел Год Кинг. Там, по-моему, Фейдбьян хотел гаш зарядить. То ли развернулся, то ли что, но, в общем, не достал. И теперь Дистоунс на первую роль выходит. Вместо Арквардена Дистоунс. Под контролем. Леон огромный объем просто работы делает. Но сейчас отъедет, скорее всего. Вайпер. Вайпер продолжает сражаться. И он убивает Сэфа перед смертью. И, ну, драка, пожалуй, в пользу ЛГД суммарно. Да, они вот Аегис выбили и 3 в 3 разменялись. Да, да, да. Но все равно это не сильно все меняет, так скажем. Не сильно меняет, потому что сюда уже опять прилетела иллюзия Год Кинга. Точнее, двойник. И будет сейчас с крипами этот тавр пытаться запушить. А, нет. Упало, упало. Иллюзия. Но... Реведж пришлось сдавать только после того, как БКБшки закончились. Видишь. По сути, это единственный вариант был, чтобы хоть в кого-то его дать. Потому что там уже и у ВРки БКБ появился. Ну, и у всех тех трех остальных персонажей. То есть только Брюмастер у нас без БКБшки. Тем временем тавр Т2 на топе падает. Год Кинг здесь работает очень хорошо своим двойником. И буквально через несколько монет Блатторн у него появится. Там уже урон будет совсем бешеный. Так, ну что ж. Возможно, игра протянется до следующего Рошана. Это очень вероятно. Сейчас появится ССФ. Он будет без душ. Надо будет их нафармить обязательно. Год Кинг. Ну вот она копия, да? Которая снизу ССФ постарается от нее как-то отбиться. Ну какой же большой уже Год Кинг. Ты посмотри на его слоты. Так, там Брюмастер разультился на миде. Быстро забрали Леона. Луна прожимает БКБ. Выдает Эклипс. Но все остальные игроки РНЖ тоже прожимают БКБ. И начинают драться. Забирают Шедву Демона. Луну тоже забирают. А тем временем двойник Год Кинга просто душит Бот Тавр. Вынуждена прожать Глиф. Радиент. Ну это скорее всего минус Бот. Луна 70 секунд практически без Байбека. Ну вот мы видим, да? Аркварден, который уже на 10 тысяч опережает по Нетворсу. Эту Луну. Сумасшедший просто урон. Сумасшедшее количество артефактов. Ну и теперь посмотри. Аркварден демонтирует просто всю базу. И Луна может просто не успеть появиться до того, как упадет третья сторона. Так, СФ. Про каст Брюмастера. Брюмастер не разультился. 90 секунд его не будет. А что дальше делать? Райвич есть. Куда давать? А под кого давать, да? Просто чтобы выжить получается? СФ, конечно, прыгает. Однако его проказ не так опасен. Тайдхантер это не спасает. НТС тоже вынужден бежать. Он боится. Флайбай загоняет их всех под фонтан. А Дистонс уже ломает третью линию. Ну и минус третья сторона, действительно. 23 тысячи и мега-крипы. Я не знаю, такое вообще выигрывается? Ну, путей особого, знаешь, камбэка пока не знаю. Да, есть рейвич у Тайдхантера, есть Requiem of Souls, у СФ, но у RNG всех уже есть БКБшки, кроме Брюмастера. Ну, у Брюмастера есть Айон Диск. И как бы он может там разложиться на ультимейт. Два раза у него два заряда с агонимом. И, ну вот, а дальше-то что? Да, как мы видели, рейвич выдается, а дальше уже нечего дать. Сейчас сатаник появляется в Гуд Кинга. Ну и там сверху можно будет уже... Так, луна прожимает БКБ, пытается уйти. Уходит. Только улетать приходится, да. Опять же, в меньшинстве остается LGD, но торопиться RNG не обязательно. Они понимают, что скоро появится Рошан, можно его дождаться, если хотят сыграть понадежнее и выйти вперед в серии. Наверное, Рошан, который достанет с команды RNG, уже на 200% точку поставит. Но сейчас LGD еще питают какие-то надежды и, возможно, дадут нам какой-то последний бой. Да, но Леона 30 секунд еще нет, они уже в меньшинстве. Здесь просто бьют по строению. Здесь ничего не нужно делать RNG, на самом деле. Брюмастер раскладывается, сейчас будет развлекать здесь Луну. Луна без БКБ. Еще 30 секунд, но это 100% минус Луну. Шедоу Демон пытается подсейвить. Тайтхантер в ветрах крутится. Ну, это уже, скорее всего, могут забрать каких-то саппортов или даже флайбая, но приходит Год Кинг и начинает настреливать с руки. SF, огромный урон, минус SF, минус Симбер. Ну, уже под фонтан просто загоняют. Сдаются LGD, тут уже не спастись, естественно. И крипы добивают рон, а РНЖ выигрывает первую карту. Ну, ты знаешь, Порош, мы очень хорошо сыграли. Они дали Арквардену время, да? А сами с этим SF как-то темп нужный задать не смогли. Я бы не сказал, что РНЖ было как-то совсем сложно. Они, по большому счету, сыграли всем тем, чем они играли на этом турнире. То есть и Аркварден был, и в ремастеры пятерки, и в эрке четверки. Все это было. Там, возможно, Вайпер на турнире от них не появлялся, надо вспомнить. А все остальное было, и они в очередной раз этими героями побеждают. Молодцы. LGD, надо что-то придумывать, если они не хотят падать в нижнюю сетку. Так, ну что ж, ладно, мы тогда уйдем на небольшую паузу между картами. И оставайтесь с нами. Продолжение следует...